Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести» Карачаева, Черкесия. Смотрите в выпуске. Как не попасть в беду во время купального сезона? Разъяснительный курс с детьми и подростками провели представители поисково-спасательного отряда добровольцев. Пьесы ироничные, в некотором роде забавные. 30 августа в Русском театре премьера «Женитьба Бальзаминова» все подробности расскажет гость программы. Выставка, посвященная 100-летию республики. Знакомьтесь, Карачаева, Черкесия. История нашего региона рассказана в фотографиях, которые можно увидеть в Черкесске. В эти минуты на площадке фудмаркета «Аргоропарк», расположенного в Черкесске по улице Свобода, 62, начинает свою работу продовольственная ярмарка. Торговля уже началась и будет продолжаться до 16 часов. На ярмарке можно приобрести качественную свежую продукцию по ценам ниже рыночных от производителей Карачаева, Черкесии и соседних регионов. В широком ассортименте будут представлены мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочная и мясная продукция, рыбные продукты, приправы и специи, овощи и фрукты, текстильные изделия и многое другое. Спешите приобрести натуральную и качественную продукцию. К месту проведения ярмарки можно добраться на бесплатном общественном транспорте. ОНФ в Карачаево-Черкесии организовал заседание, посвященное зеленому счету Черкеска. На мероприятие были приглашены представители общественной палаты, регионального министерства природных ресурсов, городской прокуратуры и муниципальных властей. Актуальность вопроса для республиканской столицы продиктована беспокойством за сохранность зеленых зон в черте города. Ранее активисты Народного фронта обращали внимание на необходимое создание в Черкесске лесопаркового пояса. По результатам обсуждения принято решение о том, что вся необходимая информация будет передана в общественную палату для проработки механизма защиты зеленых насаждений от необоснованной вырубки. Купальный сезон, несмотря на то, что уже подкрадывается осень, все еще продолжается. Особенно любят воду дети и подростки. Но, как правило, не всегда они умеют вести себя в водоемах при возникновении опасной ситуации. Как не попасть в беду? В разъяснительный курс с детьми провели представители поисково-спасательного отряда добровольцев Карачаева-Черкесии учебно-методического центра ГОЧС и МВД. Мадина Каракетова побывала на уроке безопасности. Водоемы, несомненно, остаются любимым местом для развлечения ребятней. Многие с нетерпением ждут летних каникул именно для того, чтобы вдоволь накупаться и позагорать. Но периодически такие детские развлечения заканчиваются весьма плачевно – отравились, получили солнечный удар или вовсе утонули. Целью сегодняшнего мероприятия было рассказать детям, как правильно организовать свой отдых, так как идут летние каникулы, дети посещают водоемы. Мы пытались донести до детей, как правильно выбрать место для купания, как правильно организовать отдых на купании, на пляже, на водоеме, что надо взять при этом, как правильно выбрать место. Увы, не все знают, как это правильно сделать, идут туда, где хотят, и по итогу получаем мы плачевный результат. Эту акцию поисково-спасательный отряд добровольцев провел совместно с учебно-методическим центром ГОЧС и МВД. Детей не случайно пригласили на пруд в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», чтобы показать наглядно, как должно быть оборудовано специальное место для купания. Раздевалки, пандусы для спуска в воду и выхода из нее, оборудованы для солнечных ванн пляж. Сотрудники МЧС и Национального центра помощи детям подробно рассказали участникам урока безопасности правила безопасного отдыха на водоеме. И особое внимание уделили оказанию помощи при возникновении чрезвычайной ситуации. Школьник из Черкеска Давид поделился с собравшимися случаем из своей практики. Купаемся мы с Софой на речке. Софка один раз меня обманула, потому что она тонет, но я ее спас несколько раз. А тут ее начало течение унести. Сам я думал, ну... Не решился, да? Да. И позвал папу. Папа пошел ее в спас. Ваша помощь – это громкий крик... Человек тонет. Да, человек тонет. Громкий крик привлечь внимание взрослых. Ну скажи, ты сегодня что-нибудь новое узнала для себя? Да. А что именно? Ну расскажи нам, поделись. То, что нельзя заплывать за шары, которые ездят в воде, потому что это опасно для детей. А еще что новое ты узнала? То, что нельзя плавать без больших. Я узнала, что нельзя далеко уплывать от взрослых. А еще я узнала, что нужно одевать головной убор, и что если человек тонет, нельзя туда сам плыть, только взрослых позвать папу и маму. Представитель МВД отметила, что совместные мероприятия ПСОД, Учебно-методического центра ГОЧС и МВД стали традицией и имеют важное значение при профилактической работе. Именно такая форма профилактики подростками воспринимается лучше. Ведь безопасность в летние каникулы, когда дети зачастую принадлежат сами себе, должна беспокоить каждого взрослого. Именно для МВД, как для системы профилактики, очень важна заинтересованность общественных волонтерских организаций и добровольцев. В завершении волонтеры отделения Национального центра помощи детям Покорачева-Черкесии представители Учебно-методического центра ГОЧС и МВД подарили наборы нарукавников всем, кто принимал участие на уроки в безопасности, и тем, кто отдыхал у водоема с пожеланиями безопасного плавания, а также памятки, как уберечься от кибермошенников. Мадина Каракетова, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Прослушайте информацию о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин 30 августа в Русском театре премьера будут показывать известную пьесу «Женитьба Бальзаминова» Александра Островского. Поставил спектакль известный московский режиссер, педагог ГИТИСа, руководитель центра Михаила Чехова Владимир Байчер. Своими впечатлениями о работе с труппой Русского театра Владимир Григорьевич поделился с нашим корреспондентом Белой Джозаевой. Добрый день, Владимир Григорьевич. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я знаю, что вас прям вырвали с репетиции. У нас буквально несколько минут. И, конечно, первый вопрос у меня будет такой. Почему именно Карачаева Черкесия? Во-первых, меня с Кавказом связывает очень давняя такая, ну, как это сказать, практически родственная связь, потому что моя мама родилась в Осетии. И я все свое детство провел в горах, будучи московским пацаном. Каждое лето я приезжал сюда. И объездили мы весь Кавказ, и были в Карачаево-Черкесии, и поднимались на Донбай. И это произвело огромное впечатление. А потом так получилось, что я, работая в ГИТИСе, я педагог ГИТИСа, я приезжал довольно часто сюда, на Кавказ. Мы набирали здесь специально, делали специальный набор для ГИТИСа, и были здесь в Черкесске. Здесь очень хороший актерский уровень, то есть профессиональный актерский уровень. И когда мой товарищ и старший коллега, Хасан Якубч-Беджиев, мы однокашники, он тоже выпускник ГИТИСа, я выпускник ГИТИСа. Но когда он выпускался, я только поступал. Поэтому он для нас тогда был, как говорится, патриархом старшим. Он предложил мне сделать постановку в театре в русском в Карачаево-Черкесии. И я с удовольствием на это откликнулся согласием, потому что и помнил впечатления от актеров. И мы с ним выбрали материал. Я бы хотела узнать, чем был обусловлен выбор вот этой пьесы. Это понятно, что классика, понятно, что Островский, понятно, что это гениально. Почему выбрали? Ну, собственно, Островский возник немножечко в связи с юбилеем, потому что сейчас все хотят ставить Островского, 200-летие со дня рождения. Но вообще говоря, Островский – один из моих самых любимых драматургов. Я считаю, я своим ученикам говорю так, ребята, если вы не знаете, что ставить, берите Островского. Он сам себя ставит. Да, не прогадайте. Не прогадайте. Это, ну, как сказать, драматургия такого уровня. Его же недаром называют русским Шекспиром Островского. Это драматургия такого уровня. Там каждое слово золотое. И это абсолютно прелестные тексты Островского. А когда я просто посмотрел труппу театра, вот я увидел, что здесь есть все персонажи Женитьбы Бальзаминова. И поэтому возникло это название. На каком уровне наши артисты играют? Как вам с ними работается? Как вы общаетесь с руководством нашего русского театра? В общем, как произошел ваш диалог? Мне очень приятно работать. Актеры очень, ну, с одной стороны, очень старательные. Актеры очень, ну, оснащенные. Ну, я вот говорю, что здесь довольно сложные есть сцены, где сочетается и драматическая игра, и танец, и пение. Это вот для хорошего драматического актера трудная задача. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, пока справляются. Ну, результат увидим 30-го. Вскрытие покажет. Значит, но уровень актерский хороший. Я это могу сказать совершенно обоснованно. Все-таки я очень много лет преподаю и обучаю актеров. Среди моих учеников очень много известных артистов и звезд. И я провожу довольно много лабораторий в России в разных театрах. И мне есть с чем сравнить. Я поэтому говорю это совершенно определенно. Здесь, в Черкесске, очень хорошие актеры. Планируете приезжать к нам в Карачаево-Черкесию еще раз? Карачаево-Черкесия прекрасно. Сюда хочется вернуться. Спасибо вам. Знакомьтесь, Карачаево-Черкесия. История нашей республики в фотографиях выдающихся людей из старинных усадеб. Все это можно увидеть в Черкесске на улице Первомайской, где расположилась выставка, посвященная 100-летию республики. Выставку посмотрел и Харча Биджеев. В Карачаево-Черкесии есть множество замечательных памятников. Богат этот край не только красотой своей природы, но и людьми, которые создавали историю нашей Родины. И сейчас это богатая история республики в фотографиях. На выставке собраны колоритные снимки, рассказывающие об истории региона, о людях, героях и тружениках, которые своим мужеством, трудолюбием, преданностью своему делу и своей земле писали славные страницы истории той Карачаевой-Черкесии, которой республика является сегодня. Довольно вот этой выставкой, которую выставили сейчас. Ознакомьтесь, Карачаево-Черкесия, добро пожаловать в неё. Очень интересно. Здесь много показано о жизни в нашей республике, достойных знаменитых людей, о которых мы, может, и не знали. Но благодаря этой выставке мы узнали, чем они занимались. В рамках выставки гости и жители республики могут ознакомиться с работами талантливых фотографов и узнать для себя что-то новое. А могут лицезреть фотографии своих дедушек и бабушек, которые были у истоков создания Карачаевой-Черкесии. Сразу, конечно, бросился в глаза наш любимый дедушка. А затем увидели его знакомых, которые с ним работали. Которые к нам уже дедушки не стало, а они ещё приходили к нам в гости. Поэтому, конечно, нам интересно ещё раз посмотреть на них, вспомнить их немножечко трудовой подвиг. Ну и тем самым создать какую-то себе радость в душе. С тёплыми искренними пожеланиями в адрес нашей Родины обращаются жители республики, которые хотят для неё процветания. Поздравляю всех жителей республики с этой знаменательной датой. И что бы пожелать? Будущего процветания, интересных дел, начинаний. У нас прекрасная республика, прекрасный край. Я её очень-очень люблю. Я желаю ей процветания, самое главное – мира. И без прошлого нет будущего. Историю надо помнить. Поэтому, чтобы все знали нашу историю. Историю нашей родной Карачаевой-Черкесии. В экспозицию вошли 159 фотографий, благодаря которым жители, а также гости республики больше узнают об удивительном и прекрасном крае Карачаева-Черкесии. Карча Биджеев, Олег Молхожев. Вести Карачаева-Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошёл к концу. Приятных выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!